Одной из ключевых тем общегородского совещания, которое провел глава ХИМОК Дмитрий Волошин, стала реализация государственной и муниципальной программы «Жилище». Администрация ХИМОК приобрела квартиры для детей-сирот. В настоящее время ключи от новой жилплощади получили 15 человек. Сегодня в торжественной обстановке ключи вручили Сергею Кудряшову и Алексею Бабушкину. Новое жилье полностью обустроено для проживания. В квартирах есть мебель и техника. Хотелось бы тоже выразить поблагодарность за внимание нашим детям. Большое вам спасибо. Уделили внимание и другой программе – раздельному сбору отходов. На территории ХИМОК уже установлено 222 синих контейнера для бумаги, пластика, алюминия и стекла. Установлено на сегодняшний день уже 240 сеток. Это для сбора только пластика. Это в основном пластиковые входы бутылки. С 1 сентября все бюджетные учреждения перешли на раздельный сбор отходов, которые впоследствии идут на переработку. Власти города ставят задачу на ближайшее время также перевести на раздельный сбор все многоквартирные дома, 5 бизнес-центров и другие объекты. Работа – это очень важная. Все прекрасно понимают и поддерживают вас в этом отношении. Поэтому прошу вас не останавливаться, работу продолжать. Говорили и о благоустройстве. За последние годы в ХИМках обустроили уже 239 дворовых территорий, большую часть – в Клязьме-Сторбеево. Теперь там появились игровые комплексы для детей с резиновым покрытием. Установлены удобные лавочки и другие малые архитектурные формы. До 2023 года в округе обустроят еще 285 дворов.